В преддверии праздничных мероприятий, а также 3 июля, сотрудники милиции Брестской области будут нести службу в усилийном режиме. В целях поддержания правопорядка особое внимание со стороны правоохранительных органов будет уделяться местам проведения торжественных мероприятий. На тех мероприятиях, где будет присутствовать большое количество граждан, мы будем огораживать данную территорию, будем организовать контрольно-пропускные пункты. И граждане, которые будут заходить на эти мероприятия, будут проходить досмотровые мероприятия с использованием технических средств обнаружения запрещенных предметов. Хотелось бы обратиться к гражданам города, гостям города. Если кто-то захочет прийти, ограничить у себя наличие крупногабаритных сумок предметов, запрещенных проносу, это колюще-режущие предметы, взрывоопасные предметы, горюче-смазочные. Но еще самое главное попросить граждан, что если находится в состоянии алкогольного опьянения, таких граждан мы тоже допускать к местам проведения мероприятий не будем. Отдельное предупреждение любителям двухколесного транспорта, которые сами того не ведая, могут создать нежелательные затруднения при проведении праздничных торжеств, особенно в вечернее время. Многие граждане города хотят приехать на мероприятия на своих велосипедах. Поэтому хотелось бы попросить. Очень много ожидаем присутствующих на концерте, особенно в вечернее время в районе Брестской крепости. Поэтому те, кто захочет прийти или приехать на велосипеде, посмотреть концерт, в тех местах, где будет находиться большое скопление граждан, велосипед ввести в руках. Это касается и на тротуарах, и на проезжей части. 3 июля – знаменательная дата для всех белорусов. Что примечательно, именно в этот день сотрудники госавтоинспекции отмечают свой профессиональный праздник. Однако встречать они его будут традиционно на службе. Поэтому для многих милиционеров День независимости станет довольно напряженным рабочим днем. В связи с проведением массовых торжеств на некоторых улицах и дорогах города будет ограничено или закрыто движение для транспорта. В основном это коснется транспортных артерий в районе Брестской крепости. В 7 часов утра и до окончания мероприятий через Северные ворота Брестскую крепость Герой будет ограничено движение транспортных средств. Будет запрещена остановка стоянка автомобилей по улице Зубачева от улицы Героев обороны Брестской крепости до проспекта Машера. То есть там ни в коем случае свои автомобили мы не оставляем. С 16.00 и до окончания мероприятий будет закрыто движение транспортных средств, кроме общественного транспорта, по улицам проспект Машера и по улице Зубачева. То есть, чтобы было понятно, дороги, которые ведут к мемориальному комплексу Брестской крепости Герой, с 16.00 движение по ним будет запрещено. И что касается наших уважаемых пешеходов, с 22.00 и до окончания праздничного салюта движение через Новый Брестейский мост от улицы Варшавское шоссе до улицы Зубачева для пешеходов движение будет в данном участке запрещено. Также в день независимости 3 июля движение транспортных средств будет ограничено в период времени с 7 утра до 11.30 на улицах советских пограничников Гоголя и Буденова. Автоматически в районе выше названных дорожных артерий, а также по улице Карломаркса до советских пограничников, будет введено табу на остановку и стоянку транспортных средств. Поэтому, чтобы не обращать себе праздник эвакуированным авто, позаботьтесь о правильном месте его стоянки.